Такс, ну я думаю вы поняли куда мы приехали. Это пляж Чайка, Адлер. Мы конечно всех вас приветствуем в нашем новом выпуске. Мы сегодня решили сюда приехать погулять, потому что это одно из наших самых любимых мест, да и в принципе пляжей. Летом Чайка, ну прикольно сделать, здесь есть детские ограждения, сделаны для детей, все куча работает всего, но сейчас межсезонье, и мы решили здесь прогуляться и посмотреть, как здесь в этом году. Много чего разрушено вообще в Аберитинге, посмотрим насколько здесь разрушено. Погнали! Ну в этой части конечно, видите, ралет много закрыта, не функционирует. Кофейня вот эта работает, летом тоже работает, здесь вообще в принципе частенько в ней очереди. Кафе Чайка. Закрыто, видите. Единственное, что здесь работало, кстати, в том году, это Тир. Тир работает всегда. Строечка какая-то, что-то строит. А, это вот отель, который в том году, вот этот вот здесь, помнишь, эта сетка строительная висела. Вот, смотрите, здесь уже стоит остекление. Строят, конечно, ну мне кажется, на мой взгляд, очень медленно. Хотя, с другой стороны, наверное, это не такие богатые люди, как, например, строят отель в Аберитинге, там 5 звезд. Пляж. Пляж пустой. На пляже только Чайки. Мы прошли эту стройку, здесь вот сразу кафе Чайка и маяк-дом. Маяк-дом, видимо, потому что здесь, смотрите, есть вот такой маяк. А пляжи по-прежнему пустые, ну минимум вообще людей, вон только Чайки, видите, пытаются у сочинских попугаев забрать еду. Здесь набережная уже шире пошла, лавочки. Мне здесь, кстати, очень нравится, потому что вот как раз стоят лавочки, на которых можно сидеть и наслаждаться морем. И это не такие, как в Амеретинге, когда ты садишься на лавочку и просто тупишь в этот бетон. Вот, я же говорю, тиры работают, они работают вообще круглый год. Сочный шашлык, джан-кафе. Кстати, по-моему, новая, да? Новая, да. Так, о, ну да, теннисный корт, я вообще его не наблюдал никогда. Здесь, кстати, сделали, видите, тоже цветные подушечки, столички. Красота. И сочинский попугай. Здорово, птицы. Что дальше прошли, и вот, по-моему, новое столово. Вот мы тоже, по крайней мере, не видели. Здесь классные вот эти апартаменты. Вот в этом вот доме у них есть бассейн, видите? И баня-бочка. Бассейн, естественно, подогреваемый. И они... И они очень классно отдыхают от Номаши другой. Вот с таким шикарнейшим видом на море. Ну, очень клево. Причем я уверен, что этот гостевой дом, он стоит гораздо дешевле, чем в Сириусе. Эти виллы, да, с басиком. Конечно. С видами. А вот мы чуть дальше еще прошли. Смотрите, вот эта вот стройка. Строится огромнейший отель. Который вообще в Сочи говорят, что это самый долгожданный проект, который снова... Ну да, долгострой, долгожданный проект, который снова начали строить. Ставят уже остекление. Я много раз нарвался о выпусках на ютубе, что про него рассказывают, что там огромное количество денег заморожено от людей. Но вот вроде сейчас там уже есть движение. Значит, скорее всего, скорее всего, достроят. Мы подошли к части, часть пляжа Чайка, которая называется Посейдон. Здесь вот куча детских вообще развлечений летом стоит. Но сейчас вот так вот спокойненько, по-тихому. Но, опять-таки, мне кажется, относительно того года здесь гораздо людей побольше. Вот, сейчас я вот здесь вам покажу, как раз здесь корабль стоит. Вот, который разрядили он обычно с парусами. И вот у нас стройка, видите? Какой-то Новоград или Горизонт. А, строительная компания Новогранта. Называется он апартаментный комплекс Горизонт. Да, конечно, не представляю, сколько здесь стоят квартиры. Но вид у них просто обалденный. Особенно этажи, которые повыше. Безумно замечательные. И вот оно как раз заведение. Вот это вот. Это называется Посейдон. И там стоит такой мужичок в виде Посейдона. Ну, скульптура, а не сам мужик. И, кстати, вот в том году они вообще не функционировали. Слезожданности в том году закрыты были они? Да. А сейчас вот работают красавцы. Папа, вот сейчас ругается, да? Море? Немножко. Ну, немножко волнуется оно. Да. Смотрите, какие здесь пляжи уже шире. Там дальше есть мандарин. И мы обязательно сегодня туда дойдем. Все на все. Все работают, в которых в том году не работало, да? Да, все правильно. В том году вообще все закрыто было. Угу. Людей больше. Значит, в этом году и сами люди приезжают. Ну, значит, не повлияла цена недвижку. Все равно круто. Нет. Как бы самый такой мажорный. Ну, да. Здесь это дешевле однозначно. Здесь это дешевле, да. Вот тут такой небольшой сквер с видом на стройку. С видом на море. Люди чилят, отдыхают. Очередной тир. Я говорю, тир вообще работает круглый год. Вообще. Очень надеюсь, что этот комплекс достроят. И здесь будут люди отдыхать с обалденным наслаждением. Ну, это вообще великолепно. Прикиньте, вышел, дорогу перешел. Вот у вас уже пляж Чайка. Красотища. О, не стали убирать, смотрите, вот эту зону. Здесь стоят лежачки. Летом, ну, в том году ставили их. Вот. Прикольная тоже зона отдых. Ооо, рай мармеладный, да? Пойдем, ребятки. Слушайте, ну и вот сразу новенькое. Вот фрегат, кафе, ресторан, бар. Туда с проходом. Терраса. Все сделали кирпичиком. Нет, Настен, в том году здесь была реконструкция. Здесь стройка прям была. Кирпичик, красиво, аккуратно. Терраса тоже такая шикарная, великолепная. Здесь стоят по-прежнему эти столики. Летом, по-моему, они выставляют. И есть часть столовой, видите? И все открыто. В том году вся эта линия была закрыта. Для меня прям вообще удивление. Так. Еще очередной вход на пляж Чайка. И здесь вот огромное количество детских развлечений. Летом их, естественно, больше. Вся улица усыпана. Вечернее время мне очень красиво подсвечивается. Видите? Целая линия гирлянд. Вот. Бар. Пока закрыт. Но что-то, что-то функционирует. И вы знаете, вот пляж Чайка и Меритинку разделяет одна река, Мзымка, один мост. Но цены здесь на этой стороне в раза два, а то и в три дешевле. Причем на все. Начиная от туалета, заканчивая, ну, отелями. Поэтому, если вы выбираете отдых, как участие, ну, присмотритесь. Вот к Чайке можно присмотреться. Если, например, там сторона Чкаловский и так себе, то здесь очень хорошо. А вот здесь вот при отеле, кафе фестивальное, отель фестивальное. Вот тут вот была столовая. Мы в ней ели. Она, кстати, дешевая. Находится прямо на первой линии. Но сейчас вот она как раз не работает. Идет реконструкция. Они делают крышу и делают еще красивее, чем даже было. А вот здесь вот проход в сквер и в скейт-парк. Сейчас то, что с детьми сходим. Они специально, вот видите, взяли самокаты, чтобы там покататься. Вот. Пойдем туда, сходим. Покатают. О, качельки, кстати, все три с пляжа убрали. Видимо, бьет волна. А по ценникам здесь 1 час 200 рублей 3 часа 400. Вот. Неплохо. А еще больше, друзья, интересных мест вы можете посмотреть и изучить в нашем авторском гайде, который мы написали, прожив в Сочи и про путешествия, изучив суммарно год. Куча информации, локации, рекомендации, маршруты, проезды, водопады, туристические и нетуристические места. Стоимость авторского нашего гайда всего лишь 490 рублей. Для того, чтобы его приобрести, нужно просто написать либо мне в инстаграм, либо Настеньке в директ. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Сочи с удовольствием. С удовольствием, с легкостью и с наслаждением. Вот он сквер, про который я сказал чуть ранее. Здесь шикарные деревья. Они какого-то белого, какого-то пятнистого цвета. Высоченные. На них не растет листва. Они вот такие, вот видите? Здесь детские площадки, причем на разные возрасты. Постарше, помладше. Прикольные есть фотозоны. Вот типа книга. С цветочками. И с этой стороны есть скейт-парк. Ну вот он собственно скейт-парк. Здесь с утра вообще в основном детишки катаются. Жаль, я не взял с собой скейт. Я бы тоже покатал бы. Вот. Ну в принципе такой достаточный, маленький, аккуратный. Также в том году при нас здесь поставили паркур-площадку. Вот она. Ну и соответственно есть еще воркаут-площадка, которая здесь была. Все разрисовали, граффити, туда-сюда. Выглядит это все вот так. Единственное, что меня всегда смущает в этом скейт-парке, что может вылететь самокат либо скейт и вот в эти машины вылететь. Как здесь быстро работают вот эти вот эвакуаторщики. Просто вообще за пять минут забирают тачку. Вот только подъехали они, сразу бжик-бжик накидывают. Понимаете? И все. Вообще мгновенно. Буквально пять минут и машины уже нет. Вот все, видите, грузят. И вот один эвакуатор погрузил машину, приехал следующий, грузит еще одну. С чего работают мгновенно? Вот проблема в Сочи в этом, что парковочных мест нету, но забирают они вообще вот так вот мгновенно. Если вдруг вы вылипли в такую ситуацию, я, кстати, специально снимал выпуск, как делать, и где забирать машину и как вообще действовать. Есть на нашем канале, посмотрите. Вот вы смотрите этот выпуск и наверняка уже видите цифру на нашем YouTube-канале, что нас с вами стало 20 тысяч зрителей. Это, ну, это огромное число. Еще в том году по весне нас было что-то около пяти, то сейчас уже 20. И, конечно, такой рост, он благодаря вашей поддержке, ну и нашему огромному труду. Идем дальше. В комментариях, конечно, принимаем поздравления. Обязательно в ближайшее время проведем прямой эфир. И вместе отметим это событие. Ну и, конечно, забывайте ставить лайки, пишите всегда комментарии, делайте репост наших видеороликов. И совсем скоро мы приблизимся... Нет, мы не приблизимся, мы пробьем отметку в 100 тысяч подписчиков и заберем серебряную кнопку. Огромная для нас награда. Пока детки катались, я сходил в магазин, купил молоко, потому что у нас дома закончится молоко. Мы заварили чай в термосе, молока нету. Купил еще влажные салфетки. Настенька увидела, что в Макдаке сейчас можно по отличной акции покушать, и поэтому мы решили, что нужно именно туда дойти. Он прямо здесь на набережной находится, на Мандарине. Сейчас вам покажу. Ну, заодно пообедаем вместе. Ну и, собственно, вот здесь начинается пляж Мандарин. Здесь тоже все закрыто, широченная береговая линия. Ведь такие бунгалы красиво сделаны с подсветкой, как у нас в машине, типа такая гирлянда. Вечером, конечно, будет очень-очень атмосферно смотреться. Вообще здесь, конечно, по вечерам тоже такие тусовки проходят, потому что здесь клубов полно, баров, ресторанов в самом комплексе. Мандарин. Пляж летом усыпан мешаками. Людей здесь отдыхает очень много. Прикольный, очень прикольный пляж. Учитывая, кстати, что здесь мелкая-мелкая галька. Она больше на песок похожа. Кафешек огромное количество. Вот тут, например, новое заведение. Мы его не видели. Харбор-бар называется. По-прежнему тир. Так, самангал это тоже здесь было, но нам нужен Макдональдс. 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 Да, пойдем. Макдональдс. 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 Мы сидим кушаем. Вообще просто невероятно. Такая классная акция. Вон мы сколько всего набрали. Пацанов еще. Настеньки. И все это вышло на 500 рублей. Да, кстати, вот еще картошка большая и маленькая. У меня вообще попугаи ручные просто. Просто вот так тебе подаешь. на побывай попугаи на декущину вот так вот видите ручные попугаи причем дети тоже вон форме основа загадят они не будет там гуля-гуля так славик с рук кормит голубей они вообще такие прям ручные ручные поели попили теперь детки будут играть на пляже насенька сидит наслаждается а мы с вами немножко сходим морю трогаем эти чем трогать она была 10 градусов покажу вам широченный пляж мандарин которые летом естественно функционирует вон с той стороны пляж лего он же сочифония изменился до неузнаваемости посмотрите предыдущий выпуск мы там отдыхали сидели рыбачили тоже река изменила просто невероятно этот пляж он стал такой же широченный как мандарин вы туда непосредственно дальше ходит чайка откуда мы с вами пришли вот такие здесь красоты летом здесь все заставлено лежаками так что вот сейчас есть самая классная возможность приехать и бы наслаждаться вот таким людям людей на пляже не так-то много хотя говорю в этом году людей принципе гораздо больше чем в том вот оно морюшко волны есть кстати море всегда чуть погрязнее потому что мазым то особенно по весне здесь всегда ну грязная но прям такой песочный цвет имеет а еще здесь катают серферы если видите волна это сделать позволяет красоты вот так вот сюда можно фотографироваться купить хлеб кидать чайкам чайкам они подлетают вы делаете прекрасные снимки вот здесь бунгалы которые стоят летом радуют всех гостей и жителей сочи он там волейбольная площадка которая функционирует здесь набережная закругляется полукругом и вот они ресторанчики и набережная уже непосредственно переходит в набережную реки взынта здесь сделали кстати вот такие ступеньки для колясочек можно было легко вот так рупс туда вот и дальше все идет уже непосредственно прямая набережная вдоль реки широкое стало вот рыбаков много мы вчера рыбачили с мальчишками минут ничего не поймали вот сколько здесь жили сколько здесь гуляли постоянно наблюдаем что взынта она вечно меняет свое русло что на себя но она то становится сильно глубокая то мелкая вот обычно вот здесь вот вода была сейчас ее нету но правильно настика там кричит что оставить сбор все начнет она опять поднимется изменится русло вот сюда вот обычно спускались вот в том году летом можно было руки помыть либо посидеть прямо на берегу а сейчас можно спуститься и буду гулять вообще по этому руслу вот он мост соединяющий старый адлер и новый так называемый sirius посмотрите новое заведение открылось видимо это какой-то пап в английском стиле стирлинг пап называется да прикольненько и вот в том году кстати вот эти все палатки они были закрыты а сейчас функционирует абсолютно все тут я про то что людей становится все больше и больше и нам вот кто-то пишет в комментариях мол да вы что там за такую цену сняли там квартиру сейчас до потолок это тысячу рублей ну да возможно где-то в сочи в непонятных районах либо в старом адлере да такие цены есть но в сириусе таких цен вообще нет даже на примере долгосрока сочи там в центральном районе можно снимать 1000 за 30 двушку 35 здесь таких цен нет здесь уже двушка тысяч 50 60 а то и 70 а вот здесь возле реки прямо на набережной есть такой замечательный сквер для посмотреть какие огромные кипарисы и пальмы а вон там вот вот за этим кипарисами находится прекраснейшая детская площадка которая летом так сильно забита кстати тоже указано в нашем гайде есть точечная локация куда нужно двигаться обычно здесь всякие прокаты ну собственно вот эта площадка конечно мы до нее дошли очень интересная здесь функционируют всякие кафешечки а ну да это макдональдсовская точно тема да где а ну вот да смотрите кстати точно вот ну так вот представляете обожаю бизнес которые помогают развитие города как например в краснодаре парк галицкого сейчас у нас здесь дети зависнут на некоторое время ну все мы будем двигаться домой пишите в комментариях как вам пляж чайка как вам мандарин вниз сон если не подписаны подписывайтесь нас уже больше 20 тысяч и это здорово это мотивирует двигаться вперед мы с вами прощаемся увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока восемь